Сегодня у нас невероятно удобное приложение на обзоре для удаленного управления вашим ТВ-боксом AnyDesk. Поехали! Привет, это Технозон. Шикарное приложение AnyDesk по типу TeamViewer для компьютеров. Ну, на Android TeamViewer реализован так-сяк, там и платную подписку в некоторых случаях требует, и на всех устройствах работает, но есть такое шикарнейшее приложение AnyDesk. Устанавливается просто, делается все в пару кликов, и вы можете полноценно управлять рабочим столом вашего ТВ-бокса. В частности, нас интересуют именно ТВ-боксы, хотя это можно реализовывать на любом Android-устройстве, в частности, на смартфонах, на чем угодно, в принципе. Ссылка в описании под видео на этот самый ТВ-бокс. А если вам еще нечем пока управлять, и вы только выбираете себе ТВ-бокс, то ТОП-5 разных ТВ-боксов, которые заслуживают внимания по версии канала Технозон, в описании под видео, вернее, ссылки на эти ТОП-5. Ну, а также под видео подписаться и колокольчик, есть кнопка, обязательно нажимаем, потому что уже пропускают многие, что происходит на канале, а потом мне пишут, а как вот это сделать? Я говорю, так идем на канал и смотрим, а они просто-напросто пропускают. И плюс не пропускаем наши розыгрыши, ценных призов и подарков. Ну что ж, а сейчас я говорю вам хава-банга, ребята, это же бубль-гум, поехали. Итак, вы видите два окошечка, сейчас у нас Ubus AM6 Plus подключен, вот, пожалуйста, он. И у нас есть компьютер. Наша задача управлять с компьютера рабочим столом нашего ТВ-бокса. Идем в Google, вбиваем AnyDesk, просто AnyDesk. И первое, у нас есть вот AnyDesk.com, приложение быстрого управления рабочим столом. Оно для индивидуального использования абсолютно бесплатно. Мы можем нажимать скачать бесплатно. И здесь есть этапы, как это установить. То есть вы просто скачиваете, устанавливаете из маркета на свой ТВ-бокс и все, нажимаете зеленую кнопку подключиться. В принципе, если вдруг на Android TV у вас нет ее в маркете, то, в принципе, ссылка тоже на AnyDesk будет лежать в описании под видео. Давайте запускаем AnyDesk. И вот он у нас уже подключен. То есть вот просто, все, мы установили AnyDesk, отлично. Нам теперь это необходимо установить на нашем ТВ-боксе. Переходим на ТВ-бокс. Он есть в маркете, просто вбили AnyDesk. Вот он, AnyDesk, удаленное управление. Вообще, он для чистого Android, конечно же, оптимизирован. Хотя рассчитан абсолютно на все устройства. Если в Android TV его нет, то берем, скачиваем APK файл и все, никаких вопросов нет. Сразу же его открываем, не будем затягивать. И здесь у нас вот, плагин доступен. Для управления этим устройством требуется плагин. Установить этот плагин сейчас. Нажимаем ОК. И вот, Get it on Google Play. Давайте установим. У нас есть плагин для UGUS. Прикиньте, да? Нажимаем Установить. Все, плагин установлен. Возвращаемся. Он просит убрать оптимизацию батареи для этого устройства. Ну, в принципе, если не будет вываливать, убираем. Вернее, если не будет вываливать, не убираем. Если будет вываливать, убираем. И смотрим здесь вот обучение краткое. Он показывает статус соединения. Ваш адрес. Удаленный адрес. Подключиться. Вы можете даже отсюда контролировать другие рабочие столы. Давайте, вот у нас уже все, в принципе, готово. Мы готовы подключаться. Давайте на компьютере введем 295-679-917. И нажмем Подключиться. Идет соединение. И здесь у нас выдает первый раз. Выдает первый раз. Вот мы набираем, больше не показывать. Приложение AnyDesk получит доступ к изображению на экране устройства. Нажимаем Начать. И я осознаю риски больше не показывать это предупреждение. Нажимаем Принять. Нажимаем Принять ваш рабочий стол. И мы уже видим наш рабочий стол в AnyDesk. Вот на компьютере мы видим рабочий стол. Мы можем выйти на рабочий стол. Вот сейчас. Как мы видим. Ну, на самом деле круто. Я сейчас мышкой от компьютера. Вот она. Управляю полностью рабочим столом нашего Югуса. Это удобно. То есть вы точно так же здесь можете работать, настраивать удаленно. Вы можете туда отправлять файлы. Так. Идем в настройки AnyDesk. Безопасность. Интерактивный доступ выберем. Отображать всегда. Удалить токены. Другим пользователям разрешено. Слушайте, ну у нас здесь все разрешено. Управлять клавиатурой мышью. Управлять. Есть соединение. Слушайте, ну тут настроек практически никаких нет суперовых. Можете установить приватность. Вы можете установить, допустим, в безопасность разрешать открывать окно. Либо всегда разрешать неконтролируемый доступ по паролю. Есть у нас раздел приватности. Есть у нас вот, где вы можете включить режим сенсорной панели. Либо прямой режим мышки. Кстати, это тоже все удобно. Но у нас все и так работает. Ребят, я даю всего лишь вам направление, куда рыть, куда копать, какие приложения использовать. А вы уже там сами думайте, для чего это вам нужно. А вот, кстати, что он тут за буфер обмена? Пожалуйста, скопируйте файлы в буфер обмена удаленной стороны. Ну, давайте попробуем скопировать файлы обмена. Так, давайте какую-нибудь картинку. Так, копировать. И попробуем сюда вставить. И вот, пожалуйста, он файл сюда закачал в наш TV-бокс. Это удобно. То есть, передача файлов через буфер обмена. Ну, здесь музыка какая-то. Короче, не важно, что. Файлы передаются очень просто. То есть, также мы можем отправить файлы. Давайте попробуем отправить. Вставить. Вот файлик у нас появился. Слушайте, классно ведь? Реально классно. То есть, вы можете TV-бокс использовать как сервер без монитора. Например, если вы его поставили как сервак нас TV-бокс, то вы сможете удаленно получать к нему доступ. Я уже даже путаюсь, какой мышкой я пользуюсь. Потому что абсолютно не вижу никакой разницы между использованием мышки с AnyDesk и без AnyDesk. Ребят, выходим, резюмируем. Видео короткое, но мега полезное. Вот такие вот приложения у меня давно просили. Держите. AnyDesk супер полезная штука. И мы его настоятельно рекомендуем. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабов на канале Технозон. Пока, ребята. Продолжение следует.